Я беременна уже всю жизнь, я беременна уже всегда. Ну, прикольно! Днём переезда! Это капец, это вообще жесть! У нас ничего нового происходит. Мы просто каждый день приезжаем в строительные магазины. Очень, кажется, страшно, как суворок выглядит, да? Это КТГ называется. В принципе, мы тут одни можем и снять. Эти датчики слушают сердце. А я нажимаю, когда человек двигается. Но мы приехали экстренно на КТГ, потому что человек со вчерашней ночью не двигается. Приятная палата. Покажу, какая палата. Человек просто спит. У него выходной. Шарится? Еле-еле. Вот сейчас слышу? У него сердце? Нет. Но, по идее, эти лучи должны разбудить его. Она такая толстая, с этого ракурса. Нет. Такие ляшки. Слышит такое. Вот это вот торчит кругленькое такое вот. О, о. Это голова. Помните, говорил во влоге «Знарождение», что вещи, которые я хочу, ко мне приходят. Настроение Леночка Блиновская. Это чайник нам подарила семья Егора. А теперь, пожалуйста, на скрине посмотрите, что я заказала себе на Алике вчера. Как это работает? Какая-то магия. Просто я в шоке. Я в шоке. Я в шоке. Пипец. Самое сложное в обсуждении имени, что как будто бы хочется посоветоваться с кем-то из близких, но очень не хочется каких-то осуждений. Например, на днях была ситуация, мы приехали к родителям Егора, и мы вообще ничего не обсуждали, мы просто молчим. У нас есть определенные имена, которые нам нравятся, и мы сидим за столом, и почему-то так получается, что сестра с племянницей Егора начинают одно из этих имен почему-то обсуждать. И почему, какая сейчас зашла речь об этом имени? Я не помню, как она зашла. Но они, в общем, начинают обсуждать, и такие «фу, бэээ, такое имя, типа, отстойное!». Берут другую интерпретацию этого имени и говорят «фу, это ещё хуже!». И мы сидим такие с Егором просто салат молчат, да, и мы такие «эээээ... ну что ж, мы сами выберем!» Такой момент. А с другой стороны, блин, ну, нет, всем не угодишь в любом случае. Пусть нет, Пипец, посними, пожалуйста. Просто. Хлопья летят наверх, всюду магия и свет, черту да да привет, бдем на парасонет. Боже, опять же, ублюдок. А как мы узнали из прошлого влога, посмотрю на меня, ублюдок, это ребенок, найденный в блюду. Пипец, какой-то жаль. Обалдеть, как это амворожабельно. У меня ощущение иногда, что это, блин, он так летит, посмотри, как он летит прям. Короче, у меня с беременностью появилась какая-то фигня вот в этом моменте залипать на снежинки, которые летят прямо в глаза. Это так тупо, у меня ощущение, что это просто ребенок внутри меня такой, снег. Вот, такой моментчик. Короче, если вы выбирали имена для ребенка, расскажите, как это было в вашей жизни, потому что по нашему опыту... Ой, я в шоке, какой снег. Потому что по нашему опыту это мало приятного, спасибо. Толкается кто-то. Пассенджер. Маршрут достоин. Возди, боже. Классно съездили в гости. Я как Винни-Пух. Я реально Винни-Пух. Приехала в гости, поела. Вот уезжаю теперь. Хорошие гости. Мне понравилось. Очень было приятно, очень интересно пообщаться. Особенно колбаса была вкусная. Поели, теперь можно и поспать. Поспали, теперь можно и поесть. Доброе утро. Мы приехали снова в строительный магазин. Наша сегодняшняя цель – это выбрать плинтус. Выбрать качественный, красивый плинтус. Ну, с качественным, красивым тут проблемом, потому что это все просто из клея. Ну, типа вот, пластик. Ну, типа дерьмо, короче. Поэтому единственное, что более-менее неплохо – это вот такой вот просто белый. Стоит как крыло Боинга. За метр. За метр! Приехали на рынок. Стали искать здесь плинтуса. А здесь, ну, в принципе, такие же цены. Думали всю квартиру переделать. Сделать такие. Но. Не поверите, что мы нашли. Вы не поверите, что мы нашли. Называется «25 лет спустя». Тот самый. Как будто и жвоза нет. Убе есть все равно. Гора. Это я помогаю перевернуться человеку. Человек пошел на второй круг. Что-то я не помню, сказала или нет в этом влоге. Что человек перевернулся, короче. Все, на жопу. Жопа внизу, голова наверху. Это было вот пару секунд назад, когда мы были в больнице. А теперь моя задача – перевернуть человека обратно. Иначе будет «кассироа». Я не буду усиленно стараться его переворачивать, сказала я в мостике. Но просто я почувствовала, что человек лезет сам, что-то отталкивается. А мне врач сказала стоять в разных позах, типа вниз головой. Ну ладно. Пустая лезь хватит. У нас, как будто каждый день, как день сурка просто. У нас ничего нового не происходит. Мы просто каждый день приезжаем в строительные магазины. Делать, вот типа всем прикол, делать ремонт с Алим. Ты сам ездишь в строительный магазин. Не хочешь ездить в строительный магазин? Наси денежку прорабу. Ну что ж, сегодня у нас день переезда. Уже 3 часа дня. Уже перевезли целую газель вещей. Боже, целую газель. Ну хорошо, ладно. В этой газели огромная кровать и два шкафа. И что-то еще. И куча одежды. Ладно. Ничего страшного. Вот. Будет еще один переезд, так как я не особо что-то там пакую. Но нет, я пакую много. Сынки, какие-нибудь противоречия. Я пакую много. Робот-пылесос застел. Где ты, мой придурок? А вот ты где? Передумал. Я пакую свои вещи. Ну типа там одежду. Вместе с Егором он и все помогает. Мы их делаем вместе. Но все такие моменты, типа перевезти кухню. Это приедет специальная такая компания, которая собирает всю посуду, кастрюли. Вот, типа, что потяжелее. Они это там запакуют. Всякие чайники, пароварки, мультиварки. Вот это все. Шушар. Короче, все тяжелое и трудоемкое. Они все запакуют, перевезут. А шмотки мы, типа, сами. Я вам уже говорила в этом блоге про свое положение плода, которое случилось несколько дней назад. Типа, тазовое предлежание. Добрый вечер. И это значит что? Что ребенок находится... Типа, голова здесь, туловище здесь, ноги здесь. Ну, что-то в этом роде. Возможно, уже снова перевернулся, потому что я стою на голове, как мне и сказали. Я этого тоже покажу чуть позже. Как мне показали, стоят на голове. Но постоянно какие-то шевеления, движения происходят. Конечно, животное просто гигантский. Постоянно какие-то движения, шевеления происходят. И поэтому, конечно, еще не вечер. Еще 33 неделя. И еще, возможно, ребенок перевернется, и все будет супер. Супер. Но! Но! Я имела погрешность и опрометчивость зайти на ютубчик. На ютубчик и посмотреть всякие видео о том, ну, типа, что тазовое предлежание, это так называется этот моментик, как перевернуть обратно. И наслушалась всякого дерьма о том, что... Синя, не успела еще наслушаться. Только начали говорить, что это капец, это вообще жесть. Если ребенок больше весом, чем 3,5 килограмма, он не перевернется, и он так и останется в этом тазовом предлежании. И это точно нужно разрезать. Ну, типа, кесарево. И это все в таком негативном тоне, что просто... О, ты уже на кухне. Что реально противно. Ну, прям противно. Я абсолютно спокойно отношусь к кесарево. Я абсолютно спокойно отношусь к, не знаю, к грудному вскармливанию, к вскармливанию, к искусственному вскармливанию. Вскармливанию. Короче, мне... Ну, я абсолютно, типа, такая спокойная мать, которой абсолютно пофигу. Будь так, значит так. Будь ты по-иному, значит по-иному. У одних одна история, у других другая история. Пожалуйста, мне абсолютно... Все равно. Я буду слишком далека от мамочек на детской площадке. Мне вообще абсолютно фиолетово. Как надо, так и будет. Но именно вот это вот какое-то утрирование, оно меня так вывело сейчас, что какие-то есть критерии, какие-то есть эти... Предписания от женщин на ютубе. Фу. Короче, девочки, нашли врача своего. Вот вам нравится ваш там акушер, да? Который вас ведет. Слушайте этого человека. Не читайте, блин, никакие книги. Не слушайте, если вы впечатлите. Ну, это я насчет себя говорю. Потому что вы можете делать как вы хотите и как вам угодно. Но я для себя приняла решение, что никаких книг, никаких видео, никакой информации, ни каких сторонних источников нет. Вообще нет. Вот только мой врач как скажет, так и будет. А как вы относитесь к этому вопросу? Вы считаете, что нужно будущей матери познавать информацию из разных источников или слушать только одного врача и делать вот как этот врач ведет? Напишите в комментариях, пожалуйста, ваше мнение. Очень интересно. А у нас всем временем происходит тут переезд, полный погром, сборка вещей, шарики, про которые все время все думают, что это Боби Шаур. Нет, это мой день рождения был. Мне Егор подарил шарики, с утра зашел с шариками, они до сих пор тут висят с 4 декабря уже. Вот. Поэтому у нас такой переезд в праздничном формате немножечко. Блин, вещей, конечно, капец. Блин, как это все вести. Удивительный момент счастья это переезд из Кутузовграда. Днем переезда! Как будто какая-то просто абсолютно новая квартира. У нас сегодня первый ужин в новом месте, так сказать. Немножко сложное переезд в другой район совсем, то, что здесь все доставки другие, все рестораны другие, ты не знаешь, что ты заказываешь. Не очень понимаешь, что это такое приедет, что это такое будет. Вот. Ну, прикольно! Знаешь ли, ты такую тему, что ни за что нельзя покупать ручные кресла, автомобили детские. Нет. Вообще ни за что. Вот что угодно можно покупать там с рук, но кресла только у поставщика и официального бренда. Потому что у детских кресел есть такая тема, как если, короче, с автомобилем происходит даже маленький удар, ну, то есть, типа бампером, я не знаю, притерлись или что-то в этом роде, автомобильное детское кресло уже после этого не работает правильно. И в случае аварии оно не может не сработать. А при покупке с рук тебе никто никогда не скажет, ну, ты видишь, что нормально, ты его никак не сможешь проверить, тебе никто его не сможет проверить, было ли оно в эксплуатации какой-то. И еще, если оно падало, просто падало, ну, типа, вот стоит и падает, или, я не знаю, взяли в руки и уронили, оно тоже уже не работает. В общем, я обалдела, когда я это узнала, потому что, ну, мне казалось, что детские кресла реально, вот, покупают, продают все друг другу. Можно купить какое-нибудь кресло, там, подороже, потом его продать, так сказать, выгодно, все дела. И потом оказалось, что нет, это вообще, это работа ни за что нельзя делать. И я считаю, что это очень ценная информация, и я ее не могу не рассказать вам. Берегите. Обалденную купили раковину и тумбу для нее. Я вам сейчас покажу. Вот фотография, пожалуйста, смотрите, как это красиво выглядит. Деревянная тумба, стоит адекватных денег, раковина, зеркало, все, очень круто. А еще, меня почему-то прямо передернуло резко на то, что меня бесят всякие, знаете, шумы и прочее, прочее. И поэтому, для кухни и для всех вещей, которые у нас будут стоять, будут всякие емкости подобного типа. Мне очень начинает нравиться эта традиция. Сегодня у нас съедай с китайских новостей. Добрый вечер. Такой приятный, классный ужин, который доставили всего лишь за 20 минут. И для нас, как для жителей далекого района, конечно, шок, что типа 20 минут. 20. Сдостал. И китайских новостей. Класс. Супер обеды, супер ужины, день третий. Это авокадо с хумусом, очень вкусная штука. Котлетки на пару, эльфимисцы, цезарь, ой, какой цезарь, греческий салат. И у Яголика вкусная еда. В эфире проект-шоу Перестройка. И мы его ведущие, люди, которые едят только готовую еду. Даже соли нету в доме. Ужасная хозяйка. Как вам норма перевозки обуви компании Деликатный переезд? Чуваки собрали обувь. Джорданы, Джорданы, новые кожаные туфли, каблуки, которые впираются в кожаные туфли. Я как бы не душнила, но на секундочку, чтобы вы понимали, перевозка этих вещей пару часов обошлась в 20 тысяч рублей. Я считаю, что за 20 тысяч рублей можно как бы взять и запаковать вещи, да? Скажите, это нормально? Ну, как бы, ну, серьезно. Просто трэш. Смотрите, какая штука. Классная. Это когда делаешь маникюр, чтобы вот так тыкать по телефону. Видали такое вообще в вашей жизни? Я нет. сегодня первый опыт посещения зелона Vax & Go. Я выбрала сюда пойти только ради вот этого кресла, которое раскладывается массажное. То есть еще сидишь, смотришь телевизор вот так в наушничках. В общем, делают педикюр и маникюр в 4 пакет одновременно. Это очень удобно. Тем более, смотрите, как симпатично получилось. Выбрала это место исключительно ради интеркресен. Пошел с ним маникюр и педикюр в 10. я настолько себя хорошо чувствую кататься. Нет, набрала я вам маникюр у меня с педикюром есть в 4 руки в массажном кресле дошло с 8000 рублей. Немало согласных, но достаточно неплохо, если честно. Учитывая, как бы очень комфортно, очень приятно. Супер. Вот. А скажите, что вы думаете по этому поводу? Пошли бы вы на маникюр в 4-м за 8000 рублей и не пошли бы? Считаете вы на него, что это оправданная трата или нет? Вообще, сколько стоит на маникюр в вашем городе. Пишите в комментариях. Тебе плестит большая распаковка. Это большой, классный, нет, он не большой, он мини-комбо, в котором есть все. Можно ваши руки? И вы поцелуйте эти руки, которые будут снимать топовый контент. Спасибо. Спасибо. Здорово. Ты знаешь прикол про AirTag? Что в ТикТоке есть тренд, в общем, где эти брелки, поможешь, дай сего, пожалуйста, покажу, как он выглядит. Спасибо. Вот эти брелки AirTag, которые, типа, там нужно прицепить ключам, чтобы их не потерять и так далее. Парни и девушки подсовывают друг к другу в сумки, в машины, в куртки и так далее, чтобы все время знать, где находится вторая половинка. Как вам такой поворот событий? И не надо говорить, что я вам сейчас подкинул топовую идею. Нет, это отвратительно. И это, кстати, по-моему, мне кажется, что это, если спалить, это преследуется, ну, как-то... Да, пухер всем, ничего в этой России нигде не преследуется. Ну ладно, в Америке что-то из того, что я читала или в Европе где-то, ну, это типа считается как слежка, шпионаж и статья, в общем-то. Поэтому не делайте так, дорогие друзья. Но есть такая темка. Просто зацените, какой я за отпуск это для меня подмене с утра. У нас сегодня плановая КТГ. Добрый вечер. КТГ будет теперь происходить раз в неделю. Стабильно. Это когда меня обматывают поясами и измеряют, как там дела у человека внутри меня. Ну, просто посмотрите, как я оделась. Это ужас. Ну, обтуми. Фэшн-блог от Марии Хребко. Платье, в которое влезло, потому что давит все остальное. Колготки для беременных. Ноги очень тяжело поднимаются. У Диди и большой пуховичок. Как вам такая модница? Сковородница? Отстой полный. Платье, Похоже, чуть-чуть на бомжа. Но мне просто штаны все это давят. А которые не давят, это грязные. А старать нельзя, потому что мы это... в чём мы? В переезде. Там, если убрать из этого слова реез, ну, типа, серединку этого слова, то мы в пили... Где? Смешно. Всё, пойдём. Знаешь, я с собой всё время... А так в горку идти неприятно. Знаешь, я всё время с собой беру эту сумку. Не знаю, но это уже паранойя. Там лежат мои... Лежат мои все УЗИ, история болезни, обменная карта. Вот эти все старческие вещи. Я всё время отношу с собой. Всегда. На всякий случай. А ещё она к ТГ со мной ходит в Егор, потому что ему очень нравится звук, который там слышно. Ну и в целом сейчас вы увидите, кто куда-то может спускаться. КОНЕЦ Егор каждый раз очень страдает. Точнее, он не страдает, но мне очень стыдно. Потому что он ответственный отец на всё очень долго происходит. Короче, на КТГ у человека решилась произойти зарядка. Он пульс 190 был. Тусян. Это просто эстетика нового района. что-то на Арбатском. Просто посмотрите на эту разницу. у меня плохо. Ужас. Как жалко. У меня сегодня утром что-то из-за генеральной уборки. Я сегодня раз укладываюсь. Думаю, нужно ли сюда что-то встать, потому что здесь как будто это всё подходит, но как будто мне это вообще всё не нравится. Я не хочу, чтобы это было. Еще у нас есть окно в ванную. Это такой типа привет из 70-х. В 80-х. Не знаю каких. Ну а я перемываю всю глиняную посуду, очень красивую, которая вот в таком вот состоянии. А посуда, смотрите, какая нереальная. Это глиняный такой горшочек для икры, типа осетр, понимаете, да? Кружка, очень красивая. и такие миски для сахара. Егор, помимо того, что скоро, в принципе, станет отцом, он стал недавно основным отцом для ведущих в предыдущем влоге. И мы теперь вот будем сейчас покупать всякие приколдессы для малыша. Какие вам больше нравятся, серые или черные? Пишите в комментариях, какие бы вы хотели своему малолетке или себе? Черные, серые, 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 серые. Вообще, вот какое их разнообразие разных классных, крутейших, мне вот эти еще очень нравятся, кроссовочки и вот эти. У нас произошла прекрасная ситуация. Ключи вот. Мы сделали кульбит, вот так вот перевернулись. Только я уже не знаю в какую сторону мы перевернулись, потому что ощущение, что человек сидел на попе, потом вроде как исправился и теперь снова сел на попу, потому что очень больно было. И чувствую вот эти царапки внизу идут. Самое классное, что я ехала за рулем в этот момент. Хорошо, что с Егором. Ну да, я ехала за рулем и мы подумали, что я начинаю рожать. И если бы я начала рожать за рулем, это была бы годная история. не мучь меня. Еще мы сегодня зашли после КТГ к врачу, к моему, который ведет меня. И мы сидим с ней разговариваем, здесь какие-то прыжки, и он такой активный малыш, активный. Очень. Конечно. Здравствуйте. утренняя гимнастика это то, что мы любим. Сейчас мне реально полегче. Потому что, когда был переворот, я думала, я просто охренела. блин, это они все стоят. О, боже. Короче, видите, там впереди, типа, в третьем ряду есть парочку мест парковочных. Там все время машины стоят, а все, кто, не знаю, этого прикола, могут все едут в третий ряд, думают, что этот ряд поворотный, а потом выезжают. Когда выезжают, это хорошо. Бывает, когда просто стоят еще по полчасика. Это прям очень классно. Не, ну вроде не рожают. Шевелится. Как будто что-то живое внутри. У меня по-прежнему эта штучка есть в руке, на которую нужно нажимать, когда ребенок двигается, чтобы понять, что из этого движения, что не движение, когда в тишине как-то в спокойствии бегает. В беспокойствии полчаса так лежать. Каждую неделю. На полчасика. Не спит. И сразу лежит 153. представляете, я вчера осознала такую вещь. ты готов? По факту, вот, морально на данный час времени, несмотря на то, что я на восьмом месяце по сроку, я знаю, что я беременна полгода. Всего лишь полгода. потому что срок считается от того, когда в последний раз был цикл начинался. И от этого момента через 2 недели только наступает беременность. И еще через неделю, 2-3 ты об этом узнаешь. И когда ты узнаешь о беременности, ты минимум на пятой неделе. Ну и вот что я хочу сказать. Я уже задолбалась. За полгода. За полгода, да. Я уже задолбалась. Сейчас 33 недели и 3 дня срок. Ну да, чуть больше, чем полгода я знаю о том, что я беременна. А по ощущениям я беременна уже вечность. Я беременна уже всю жизнь. Я беременна уже всегда. просто в себя. Мне вчера врач... А еще не помню, говорила это в этом блоге или нет. Вчера же мы были у врача. Да. Она на меня смотрит, такая говорит. Маш, вы уже за беременность устали, да? Под вымотались. Я такая да, спасибо большое. Так приятно, так неожиданно и приятно. Да, я говорю, да, я устала. И что? Да, устала. Не могу пульсить. Могу, тяжело. По факту я реально я чувствую, что я как будто бы рожу раньше. Потому что если я не рожу раньше, я не представляю, как еще ходить полтора месяца. Просто не представляю. Это уже это уже стадия. Ну и в принципе начинается новая стадия, когда ночь у меня толкают, пинают, мне уже неудобно спать, у меня уже начинает тянуть и девочки поймут, так сказать, на этом сроке шевелится, что-то делает там. Копает, копает грядки. На этом сроке начинается такое прекрасное чувство, когда у вас перед циклом или во время цикла ощущение, что у вас вот такой вакуумом вытягивает что-то из вас. И вот эта вот хрень, она у меня начинается, и я такая типа я не выдержу это полтора месяца. Ладно, весело это все. Рассказываю не потому, что я жалуюсь или что-то в этом роде, а рассказываю потому, что я типа не знала до беременности о том, что вот это ты чувствуешь, о том, что у тебя, ты чувствуешь вот эти вот тянущие боли внутри, когда у тебя болит низ живота, как во время месячных. Я не знала, что это есть во время беременности. Я думала, что во время беременности вот об этом вообще можно забыть. Я не знала о том, что ребенок икает в животе раза три в день, четыре. И я много чего не знала, и поэтому я рассказываю об этом вам. Вот. Спасибо, что смотрели влог. Пока. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok